Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем наше исследование. И Павел говорит о том, какой должна быть жизнь христианина в этом мире. Важно ли вообще то, как христианин живет? Может быть, достаточно просто верить и жить так, как мир живет? По их девизу – ешь, пей, веселись, ибо завтра умрем. Первое. Христианин не может жить во грехе, потому что он рожден свыше и ненавидит грех. Второе. Мир нуждается в том, чтобы увидеть оправдание через веру в действии, в жизни верующих. Могу я повторить нечто очень важное. Почему Павел приберег эту прекрасную истину напоследок? Является ли это его системой? Во всех своих посланиях он затрагивает тему о христианской этике в конце. Скажу вам почему. Потому что он во всех посланиях противостоит законничеству. Законники говорят, мы вначале должны жить доброй жизнью, а затем получить оправдание. Евангелие же говорит, вначале Бог оправдывает, а затем дает возможность жить христианской жизнью. Один теолог изложил это так. Бог дал нам закон, чтобы мы могли прийти ко Христу, и когда мы приходим ко Христу, Бог поворачивает нас опять к закону, как к стандарту христианской жизни. Это слова ученого-евангелиста, и его ум был открыт к пониманию истины. Первое послание Иоанна, 5 глава, 11 и 13. «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Иисусе Его. Имеющий Сына Божий имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божьего, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божьего, имеете жизнь вечную». Вы живете, пока верите. Я имею в виду вечную жизнь. Мир нуждается в том, чтобы увидеть такую жизнь. Мир не интересует, насколько вы добры. Мир нуждается в том, чтобы увидеть в вас Христа, как и говорит об этом апостол Павел в послании к Калосянам в 1 главе, в 27 стихе. «Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы». Мы призваны открыть миру тайну Божью. Христос в вас, упование славы. Да поможет нам в этом Бог. Возвращаемся к нашему исходному тексту. 1 стих 12 главы. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. В свете Божьей милости, в свете праведности через веру, пожалуйста, будем помнить, мы не спасены нашей праведностью, но одной Божьей праведностью, одной Божьей благодатью. Есть три слова, которые мы рассмотрим более детально. Первое слово, представьте, оно звучит в настоящем времени. Правильно истолковывая это слово, мы сказали бы сделать нечто убедительное. Сделайте тела ваши убедительным фактом живой веры. Почему Павел называет такую жизнь живой жертвой? Когда вы приняли Христа, то изменение происходит только в вашем разуме. В вашей воле слово покаяние от греческого слова метанония означает изменение ума. Но наша природа не изменяется ни на йоту. Другими словами, ваш ум готов подчиняться Богу, но природа противится Богу и угодить Ему не может. И если ваш ум не позволяет закону греха, который в плоти господствует над вами, то это и есть жертва живая. Посланники книги евреев, мы читаем во второй главе, 18 стих. Ибо как сам он претерпел, был искушаем, то может и искушаемым помочь. Как часто Христос был искушаем? 4 глава, стих 15. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Он, подобно нам, был искушаем во всем, как часто мы искушаемы. Дьявол искушает нас постоянно. Если он и оставляет нас, то на малое время. Почему Христос страдал при искушении? И что эти страдания означают? Петр отвечает на эти вопросы. Первое послание Петра. Четвертая глава. Первый стих. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. О чем Петр говорит нам? Какой ум был у Христа? Он имел ум, который полностью подчинялся воле Божьей. Вспомним Гефсиманию. Его плоть говорила, зачем тебе умирать на кресте? Отсюда капли крови, падающие с его чела. Но ум Христа отвечает, отче, не моя воля, но твоя, да будет. Это наилучшая иллюстрация той борьбы, которая происходит между плотью и духом. Он представил свое тело в жертву живую на протяжении всей своей жизни. Затем на кресте Он представил свое тело буквально в жертву. И знаете, почему Он сделал это? Чтобы спасти нас. Представляя свое тело как живую жертву на протяжении всей жизни, Он утвердил праведность закона. а представляя свое тело как буквальную жертву на кресте, он утвердил справедливость закона. Таким образом, в его жизни и смерти мы имеем совершенного спасителя. Но Бог не просит вас представить свое тело как жертву живую для того, чтобы вы могли быть спасены. Тогда почему и как мы должны сделать это? Это милосердием Божьим. Если Бог отдал себя за нас по милосердию к нам, тогда и мы в ответ принесем себя в живую жертву, опять же, милосердием Его, силой Его благодати. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 14 стих. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли». Нас побуждает к этому любовь Божья. Побуждает к чему? «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Он умер за всех, не первой смертью, но второй. Вот почему в Писании сказано, что верующий не умрет второй смертью. «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении мертвых» или в воскресении первом. «Смерть над ними не имеет власти». Вторая смерть. Книга Откровения, 20 глава, 6 стих. «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Царя и будут царствовать с Ним тысячи лет». Христос умер за всех. Почему? Не только для того, чтобы спасти нас, но чтобы мы жили для Него. Хочу спросить вас. Вы представили уже ваше тело в жертву живую? А это означает, что мы теперь уже живем не для себя, но для Христа. Как мы и читаем во втором стихе 12 главы, послание к римлянам. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Второе слово – не сообразуйтесь. Это одна из наибольших проблем, с которой мы встречаемся. Дух мира проникает в церковь. Люди мира руководствуются эгоистической любовью филио. И если христианин после крещения приходит в церковь, не принеся эту любовь в жертву, в обмен на любовь Божью Агапе, то чем мы будем отличаться от мира? «Если бы Павел сегодня посетил наши церкви, то не сказал бы то же, что и коринфянам, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, внебрачные отношения и разводы, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Хочу повторить вам две вещи, с которыми мы должны быть ознакомлены как христиане. Первое – мы умерли для мира. Второе – мы больше не сообразуемся с образом жизни этого мира. Мы живем в этом мире, но не принадлежим более этому миру. Иисус молился, не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. В чем здесь различие? Разве только во внешних действиях? Нет. Я хочу прочитать вам несколько текстов. В первом послании Иоанна показано различие между миром и церковью. О чем говорится во второй главе? Каждый христианин должен осознать, что если мы рождаемся для Царства Божьего, то рождаемся после распятия своего «я». 1 Иоанна, 2 глава, 15-16 стихи. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчей, ибо все, что в мире. Похоть плоти, похоть отчей, и гордость житейская не есть от Отца, но от мира всего». Не любите мира. Что означают эти слова? Иоанн имел в виду, чтобы христианин не любил людей мира? Мы должны любить людей этого мира, потому что они дети Божьи, по крайней мере, благодаря Кресту, хотя и не сознают этого. Мы не можем принадлежать этому земному царству и небесному царству одновременно. Это два противоположных царства. В Англии верующие люди часто делились на две группы – принадлежащие государственной англиканской церкви и не принадлежащие к ней, то есть диссиденты. Ныне каждый христианин является диссидентом, но не в общепринятом смысле этого слова. «Не сообразуйтесь с веком с ним, но преобразуйтесь с обновлением ума вашего. Когда называющие себя диссидентами этого мира принимают порядок и образ жизни этого мира и участвуют в делах его, они бесчестят имя Христа, который был не от мира сего. Дружба с миром есть вражда с Богом». Что же означает это слово «мир»? В 16 стихе упоминаются три движущие мирским человеком силы. Он всегда хочет то, что чувствует и видит, гордится всем, что имеет, и желает иметь все больше и больше. Он не желает быть ниже другого. Я еще не видел молодого пастора в большой церкви, который добровольно пожелал бы служить в меньшей церкви. Даже в церкви многие желают быть выше и выше. Есть пасторы, которых бы я назвал политическими пасторами, потому что они знают, что если они не получат пасторский сан в церкви, то не смогут продвинуться по служебной административной лестнице. Поймите меня правильно. Церкви нужны администраторы. Я сам прослужил много лет администратором. Плохо, когда администратор перестает быть пастором, потому что он превращается в чиновника. Это карьеристы. А согласно Библии, наемники, потому что ищут своего. Проблема людей мира в том, что они не могут отвергнуться себя. Помните, Галатам 5, 24. «Но те, которые христовы, распяли плоть со страстями и похотями». И, Галатам 6, глава 12 стих. «Желающие хвалиться по плоти, принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов». Знаете, о чем Павел здесь говорит? Законники стараются исполнять правила, потому что желают воздать славу себе. Евангелие и крест воздают славу Богу. Если 12 стих относится к законникам, то в 14-м дана мотивация служения Богу, истинного христианина. Галатам 6, 14. «А я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Христианство – это рождение после распятия. Возвратимся к посланию к римлянам. Третье слово – «преобразуйтесь». Слово «преобразуйтесь» происходит от греческого «метаморфа», которое нам известно как «метаморфоза». Что такое метаморфоза? В словаре Вебстера ему дано такое определение – очевидное или полное изменение характера, внешности, состояния и так далее. Метаморфоза – это превращение личинки гусеницы в бабочку. Это самое выразительное определение того, что происходит в человеке, когда он встречает Иисуса. Бог находит нас, эгоистичных, надменных, злых и порочных людей, и преобразовывает для своей славы. Христос желает изменить нас настолько, чтобы мы стали полной противоположностью тому, кем мы были по природе. Что Бог желает видеть в каждом из нас, так это преобразование обновлением ума. Есть слишком много христиан, которые стараются достичь совершенства, чтобы приготовиться к великой скорби и второму пришествию Христа. Понимают ли они, что прежде всего их ум нуждается в совершенстве? Некто хорошо назвал это очищением храма души. Мы нуждаемся не в совершенных действиях, а в уме, который полностью подчинен Христу. Филиппийцам. Вторая глава. С первого стиха. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или под тщеславию, но посмиренно мудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый о других, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Когда вы будете иметь ум Христов, Бог откроет вам, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Он не ожидает одного и того же от каждого человека. Поэтому Павел делает заключение. Третий стих читаем в 12 главе. «По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Гордыня – враг веры. Они не могут существовать вместе. Помыслы человека могут быть смиренны и скромны, только как следствие веры, которая дана Богом. Человек, уверенный в своей силе и мудрости, не будет надеяться на кого-то другого. Вера в премудрость и силу Божию приходит лишь с признанием собственного бессилия и неведения. Вера, которой Бог наделяет человека – это вера Иисуса. Помните Откровение 14, 12? Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру Иисуса. Бог дает веру не только святым своим, и не только им предназначены заповеди Его. Дело в том, что святые соблюдают веру и заповеди, а прочие – нет. Вера, которую соблюдают святые, есть вера Иисуса, потому что именно Его вера даруется людям. У многих людей сложилось мнение, что они устроены таким образом, что вера для них невозможна. Это ужасное заблуждение. Вера так же простая и естественная, как и дыхание. Она наследуется всеми людьми, и только в вере они все равны. Но когда люди возводят преграду из гордыни вокруг себя, им тяжело принять этот дар Божий. Нужно знать еще одну истину – есть вера Божья и есть вера бесовская. Если человек отвергает дар Божий, то сатана предлагает ему свой дар. Если человек не верит Богу, то он обязательно будет верить сатане. Если человек не верит истине Божьей, то он будет верить самой безобразной лжи. И так мы видим, что вера предложена каждому человеку. Нужно лишь протянуть руку и принять этот Божий дар. Если бы Бог не предложил этот дар каждому человеку, то как он мог бы желать спасти весь мир? Вопрос в том, сколько Бог отмерил веры каждому человеку. Без меры. Мы уже знаем, что вера, которую Бог уделил каждому, есть вера Иисуса Христа. А Иисус дан во всей полноте каждому человеку. Христос неразделим, и поэтому каждому человеку Бог отдал всего Христа и всю его веру. Мера только одна. Это и есть спасающая вера. Слово «вера» нуждается в объяснении, потому что оно имеет в Новом Завете более чем одно значение. Нам необходимо знать верное определение веры в этом тексте, потому что здесь Павел не говорит о вере верующего Христа. Это общепринятое представление о вере. Но слово «вера» имеет и другое значение в Новом Завете. Например, мы читали в Римлянам 3.31. Итак, мы уничтожаем закон веры? Никак, но закон утверждаем, где слово «вера» имеет отношение к оправданию через веру. И если мы почитаем Галатам 3.24, «Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верой». По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. То слово «вера» здесь относится к самому Христу. Когда Павел говорит «по пришествии же веры», то имеет в виду первое пришествие Христа. Что можно сказать о слове «вера» в 3 стихе 12 главы послания к римлянам? Согласно контексту, слово «вера» относится к духовному дару, который мы получили при обращении, и который дает нам возможность действовать в церкви, теле Христа. Здесь говорится о действующей вере. Например, читаем римлянам 12.6. «И как под данной нам благодати имеем различные дарования, то ты, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры». Итак, слово «вера» здесь означает «дар Святого Духа». Что мы здесь видим? Первое. Бог дал людям дар веры Иисуса Христа. Это первое пришествие Иисуса. Тот, кто принимает этот дар, получает оправдание. Получает оправдание даром, без учета каких-либо заслуг. Это и есть оправдание через веру. Только эта вера спасает нас. Вера Иисуса Христа. Второе. Бог дает церкви дар веры Святого Духа, пришествия Святого Духа. Тот, кто принимает этот дар, начинает жить новой жизнью во Христе. Это и есть освящение. Эта вера не спасает, но она дает нам возможность соблюдать заповеди Божьи. Мера такой веры тоже одна. Дар Святого Духа дам всем верующим в Иисуса Христа. Да, индивидуальность людей допускает разную меру даров Святого Духа. Дар же Святого Духа один, но дары Духа различны. Павел дает нам понять, что различие даров Святого Духа не должно побуждать нас думать о себе более, нежели должно думать. Здесь уместна скромность, потому что это не наши дары, но Бог нам их уделил. Что является основанием для христианской жизни? Вера, которая побуждает жить по евангельскому девизу. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Вот почему Павел спрашивает. Деяние апостола. Помните учеников Иоанна Крестителя? «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Это то, о чем мы должны напоминать себе ежедневно. Оправданный христианин стоит совершенным пред Богом. Но когда он начинает жить как оправданный? Когда? Теперь. Ежедневно. Мы приступили к очень важной части послания, потому что Евангелие – это не только теория, и это не идея. Это истина, которая познается на личном опыте. Мы проводим так много времени, рассуждая об оправдании через веру, но в Новом Завете доктрина об оправдании через веру не должна быть темой, рассуждений или дискуссий, но личным опытом. Павел дает нам несколько добрых советов о том, как мы можем пережить это на опыте. Да поможет нам в этом наш Небесный Отец. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok